15 лет я слышу, что он наркоман. Мы находимся в наркологической клинике. Что, правда? Звездная болезнь, конечно, я сошел с ума. Что может пойти плохо? Да все. Есть такой механизм диссоциации. Наверное, часть воспоминаний просто где-то закрыта. Топалов у нас диктант, я тебе уже поставил два, муж идти. Может, это Хогвартс и был? Меня может вырвать. У меня я не сплю, я злой, у меня плохое настроение. При желании можно вспомнить все. Мой первый выход без Сережи был на концерте, который вел Сережа. Я искренне верю, что мы созданы друг для друга. Девочки стали узнавать, фанатская эта жизнь. Ко мне приезжали уже какие-то люди, какие-то женщины, парни. Я их не знал. Я тоже к батарее не привезу. Кто-то спился, кто-то сторчался. Хорошо ты психологическую память, влечение описал сейчас. Я жил, чтобы веселиться. Это моя проблема, я с ней теперь живу. Здравствуйте, дорогие друзья, зрители канала. Продолжаем рубрику интервью. Сегодня прям для меня праздник. Пришел мой друг, человек безумно интересный. Влад, спасибо тебе. Всегда рад. Как всегда, мы поднимаем ряд вопросов актуальных. Что-то из биографии, что-то текущее. Ну вот первый вопрос хочу такой небанальный задать. Вот по какому времени ты ностальгируешь, когда тебе было максимально комфортно в жизни? Хороший вопрос. Хороший вопрос. По какому времени я ностальгирую? Надо подумать. Наверное, по детству, когда родители были вместе, когда они еще не развелись, по такому беззаботному, веселому, счастливому детству, по времени, когда мы выступали в группе «Непоседы», когда папа с мамой были дома, у нас с сестрой появилась первая приставка, мы в ней играли. Вот то какое-то время было. Нейдролизы приставка? А? Нейдролизы? Мы не дролизы, потому что у нас была всего одна игра, и там в ней можно было играть только вдвоем. Вообще класс. Наоборот, приставка сближает. Вариантов не было, да. Вот я бы так ответил. А какой это возраст все-таки? Сейчас тебе скажу. Это, наверное, лет 8, 9, 10, 7. Вот так вот. То есть, можно сказать, самое такое базовое время, когда происходит становление личности, у тебя светлое, ресурсное, ты так поменялся в лице, когда вспоминал. Ты знаешь, я в последнее время просто перестал долго думать над ответом. Вот что подсознание первое выдает, то я и говорю. Мне кажется, это просто самое правильное. Вот первое, что приходит в голову, я сразу это и выдаю. А если взять самое раннее воспоминание, с детства, ты себя с какого возраста помнишь? Я себя помню. Ну, наверное, первый, второй класс. Вот так вот. Очень смутно помню детский сад. Я его сильно не любил. У меня мама отдала в садик, да, потому что как раз сестра моя родилась на 3 года младше, поэтому меня отдали в сад. У меня была очень тяжелая адаптация. Для меня стресс был. Я прям не любил. Да, я плакал, кричал, и какие-то фотографии помню из сада, не больше. Более-менее вот первый класс, первый-второй класс, как я пошел в школу. Я помню очень хорошо путь свой от дома до школы. Ходил я пешком с рюкзачком и придумывал... Прям в первый класс тебя уже одного отпускали? Ты рядом, что ли? Мы рядом жили, да. Мы жили недалеко. Ну, мама там водила иногда, но в основном я ходил сам. Да, там было недалеко. Да мне кажется, вообще тогда, в принципе, нас отпускали без телефона. Все, там в 11 будешь дома. У меня у дочки школа тоже через два дома. Я вожу ее, просто передаю уже визуально, что она туда зашла. Сейчас, да. Да, сейчас почему-то другое время. Я тоже спрашиваю маму. Говорю, мама, а как вы нас отпускали? Как? Сам, на метро, без телефона, там 5 рублей. Все с рюкзаком и до вечера, и все же. Ну, там из таксофона... 5 копеек, наверное, все-таки, не 5 рублей. Нет, у меня было 5 рублей на хот-дог. Ну, я-то учился уже в 90-е. А, извини, да, я просто со своей колокольной. Да, да, да. Для меня 5 рублей безумная сумма в первом классе. Нет, да, у меня было 5 рублей. Вот, поэтому первый-первый класс вот уже более-менее помню, да. И с детства воспоминаний мало. И я не знаю, почему это ты мне, как психиатр и доктор, скажи. Почему у меня... Ну, есть такой механизм диссоциации. Наверное, часть воспоминаний просто где-то закрыта. При желании можно вспомнить все. Это я тебе совершенно точно могу сказать. Под гипнозом, в определенном психическом состоянии. Вот когда методика общения с внутренним ребенком, когда ты там перемещаешься во времени в свою старую комнату, обращаешься к нему, смотришь на себя со стороны. Иногда феноменальные вещи вылезают. В школе все хорошо, и достаточно в скором времени, получается, твои родители разошлись. Это тебе сколько было? Нет, не совсем так. Самое болезненное и противоречивое событие в моей жизни и из моего детства – это моя путевка в Англию на учебу. Мне было 8 лет как раз. И сестре, соответственно, было лет 5-6. И нас родители отправили в Англию учиться вдвоем. Вдвоем. Причем, ну, то, что называется по-русски интернат, это называется в английском слово boarding, это не так страшно, как звучит слово интернат на самом деле. Но мы были маленькие, мы не говорили по-английски, мы не знали английский язык, мы знали там thank you, goodbye, все. И нас отправили на то учиться, отправили на 3 года. И вот эти 3 года, я считаю, ну, наверное, самые травматичные в моей жизни. Сразу оговорюсь, что я все равно благодарен родителям, потому что я выучил английский, я получил некую культуру, некий английский вот этот шаг. Это сейчас таргонский синдром в тебе заговорил. Вот ты бы своего отправил? Да. Майкла. Вот так бы взял бы, оторвал и отправил. Одного в 8 лет, наверное, точно нет. Точно нет. Но я хотел бы теоретически, чтобы мои дети получили. Хотел бы теоретически, но не отправил бы. В 8 лет точно нет. Ошибка была в том, что отправили очень рано. Это было начало 90-х. Это были первые волны русских детей. В Англии никто не понимал, не знал, как, что. Но появились возможности. Я точно понимаю, что у родителей были самые лучшие намерения. Мы все совершаем свои ошибки с детьми, исходя из лучших наших намерений и побуждений. Мама точно не хотела меня сделать психическим инвалидом на всю жизнь. Это понятно. Мы же это все понимаем. Поэтому вот такая история. Поэтому Англия, да, Англия послужила очень тяжелым травматическим опытом. Потому что, ну, во-первых, ты оказываешься в новой среде, где ты не можешь объясниться, не понимаешь, что говорят. Я много очень плакал, рыдал. У меня были истерики. То есть я просто смирился с тем, что мне плохо. И просто я 24-6 суток плакал. Я сел на уроках, плакал, ночью плакал, утром плакал. То есть просто я вот рыдал, 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 рыдал. У меня была... Вот Англию я помню очень хорошо. Каждый день. Каждый день, каждый коридор, каждый кабинет. Я помню сад, я помню эти ворота. Я помню как-то вот парадоксально, что такое память и психика. Я очень хорошо помню Англию. И самое страшное было, когда мама с папой нас туда привезли, как бы в первый приезд. И мы с сестрой учились в разных школах. Там школа для мальчиков, школа для девочек. И вот мы учились в школе для... Я учил в школе для мальчиков, соответственно. И вот этот первый день, когда как бы там были такие высокие-высокие, ну как мне сейчас кажется, высокие потолки, как вот Хогвартс такой, старинный замок. Может, это Хогвартс и был? Может быть. Это был еще час лет от Лондона. Это никакой не блатной Лондон. Это вообще город Лидс на севере Англии. Не единой души овечки пасутся. Холмы. На этом холме стоит такой старый замок. Это школа. И там был длинный-длинный-длинный такой коридор. Высокий очень. И хедмастер, директор, он был вот такой в мантии в черной и с помпончиком с этой вот, как называется. С дурацкой шапкой, которая на вручение диплома. Да, да, да. Вот он мне и ходил. И мы как бы прощаемся с родителями. И он меня как бы берет за руку, начинает уводить. Я иду, я даже не плачу, потому что у меня вот какой-то... Я не понимаю, что происходит. Да, я только думаю, блин, сейчас же папа меня заберет. Сейчас же папа меня заберет. И все. И я понимаю, что папа меня не забрал. И вот с тех пор начался просто ад. Ты все три года отмотал? Я отмотал все три года. В этой школе я пробыл всего, наверное, где-то месяцев восемь. Чуть меньше года. И потом нас забрали с Алиной и сестрой в одну школу уже такой. В современный, в колледж такой. Где мы хотя бы днем виделись. Ну, я со временем привык. Но каждый раз отъезд в Англию... Мы приезжали на каникулы, либо родители туда приезжали. Ну, чаще мы приезжали на каникулы. И каждый раз отъезд в Англию, это был просто ужас. То есть я до сих пор один летать не могу. То есть если я лечу куда-то один... Симбаеда тригерита. Меня может вырвать. У меня... Я не сплю. Я злой. У меня плохое настроение. Ты же видишь, что такое память? Вот тело полное. Потому что, то есть, даже если вот недавно... То есть я могу улетать на один день. Мне плохо. Я срываюсь на близких. То есть я в стрессе. Я просто вот в каком-то паническом состоянии. И я ничего не могу сегодня поделать. Я ненавижу... Вот если я один в аэропорту, мне плохо. Мне страшно. У меня начинается вот... Вот здесь вот меня вот мутит. Меня тошнит. Меня может вырвать. То есть, ну вот, для меня это неприятно. Это вот если говорить о детстве. Вот это то, что я очень хорошо помню. Мы часто с мамой это... Ну, не часто, но периодически обсуждаем. Она говорит, ну вот скажи мне, ну что, неправильно я сделал? Я говорю, ты знаешь, если бы не Англия, я вообще был бы дебилом. Потому что там я хотя бы что-то... Я выучил точно язык. Я точно там был такой, ну, типа воспитанный, прилежный. Я какой-то культуры там понабрался. Поэтому я считаю, что минусы колоссальные, но плюсы тоже серьезные. Если бы ты остался в России, ты бы деградировал вот в эти детские годы. Я не знаю. Никто не знаю. Ну, никто не знает. Ну, что сейчас обсуждаем? Я согласен. Не, просто это такой очень какой-то фантастический будет. А какие-то были позитивные истории там, пока ты в Англии? Друзья, что-то интересное. Может, ты там сбегал, как Гарри Поттер. Какие-то тайные комнаты находились? Я из первой вот этой школы, я сбежал в итоге. У меня в какой-то момент появился смысл жизни. Я понял, что я могу сбежать. У нас же у любого ребенка, который уходит с там... Ну, есть опекун, который отвечает за ребенка. Я понял, что я могу сбежать из школы, доехать... Автостопом мог доехать до этой тетушки. Сказать ей, что все, отвези меня к родителям. Она оплатит такси и купит мне билет домой. И у меня появился смысл жизни. Я был как в каком-то кино. У меня была карта, ну, такая, которую я сам придумал. Я нарисовал, значит, школу. Мы на прогулку, вы там в Англии очень много гуляют. У нас было три раза в день прогулка, особенно из хорошая погода. И около ворот был дом директора. Он тоже выходил периодически гулять. И вот я несколько месяцев или недель, уже сейчас не помню, я записывал, когда он выходит гулять, когда у нас перемена, когда вот это окошко, в которое я могу проскользнуть через ворота и сбежать. И я так и сбежал. Я так и сбежал, но проблема в том, что там, как я уже сказал раньше, ни единой души вокруг. И если едет машина, то это, скорее всего, кто-то едет либо из школы, либо в школу. И ехала машина. Да, я сбежал с другом. Я нашел друга, я сбежал с ним. И, значит, мы идем, а у нас была ярко-красная форма, синие пиджаки, красные галстуки, серые брюки. Ну, не заметить невозможно. Едет машина. И, конечно, остановились. Это была учительница из школы. Вот она нас посадила в машину, отвезла в школу. И я понял, что я больше уже никогда не выберусь из этого адского места. Но потом нас забрали родителей, я уже не помню, почему. Ну, перевели в другую. Да, перевели в другую, в совместную. Там было уже чуть полегче. Хотя русских детей там не любили детей. Даже тогда не любили? Надо мной сильно издевались, да. Но там был уже сплоченный коллектив англичан, а тут какой-то русский пришел. В общем, да, так было. Я был в сборной школы по регби. То есть крепкий парень. Я крепенький был. Я любил играть в регби. Был много очень спорта. Ну, как-то нашел друзей. Там была какая-то первая неудавшаяся любовь. Англичанка? Англичанка, конечно, конечно. Джоусс ее звали. Она не захотела со мной гулять за ручку. И для меня это был конец жизни. Просто конец жизни. Слушай, я не помню. Но для меня это был прям удар. Удар. Я прям переживал. Вот. А потом просто было легко. Все. Мама приехала к нам и сказала, что если сейчас не возвращайтесь, то уже надо оставаться здесь. Потому что мы же русские. Это тоже не учили. Пока мы учились там. Я уехал отсюда, считай, с второго класса. И там уже был в тот момент в шестом. Ну и как бы математику. Там все другое. Мы сильно отставали от российской программы. Мама это понимала. То есть там более легкая программа? Да. Конечно. Конечно. Это дорогое образование. Серьезное. Крутое. А программа... Ну и просто другая система образования. Она в принципе просто другая. Там очень много спорта. Они вообще не изучают английскую грамматику. Они не знают, что такое вот это вот past, present, future. То есть я этого не знаю. Как? Как они разбираются в 24-х временах? Ну нет. То есть они на уроке английского читают книжки. Пишут сочинения, учатся писать. А вот... Грамматики нет. Язык проще. Поэтому они интуитивно говорят правильно. Там нельзя сильно ошибиться, если ты можешь разговаривать. То есть там... Ну это самое сложное. Говорить и понимать. Ну вот. И поэтому... Да. И мама сказала, давайте, наверное... Либо надо здесь оставаться, либо возвращаться. Как я помню этот разговор. Возможно, был не такой. Сейчас мне тоже непонятно, почему мама у 10-летнего ребенка спрашивала. Какой план у тебя? Ну вот. Но мы, я помню, точно решили, конечно, возвращаться. Вот. Вот вернулись и начался второй ад. Потому что я приехал на... 1 сентября пришел на урок русского языка в 7 класс. Уехав из 2. Ну и все. У меня по математике, по русскому, по истории, по литературе был кол. Ну ноль. То есть я просто был ноль. Это было очень смешно. Я сидел, писал, как сейчас помню, русский диктант на русском. И про себя думал по-английски, как писать русское слово. Но я просто не знал. Дальше дополнительные педагоги до 11 вечера. По всему, чему только можно. То есть много репетиторов родителей. Да, да, да. Ну и вот так я доковылял до 11 класса. У меня в 11 классе еще было 2 по математике. Потому что я в какой-то момент просто... Ну я сдался. Я ничего не понял. Я уезжал, чтобы было для понятия. Я уезжал, соответственно, в июне из Англии. Мы на последнем уроке математики начинали изучать деление дроби. А здесь уже квадраты. А я приехал в первый класс, а тут уже синус, косинус, алгебра, какие-то в квадрате, а в кубе. Что вообще, о чем я? Ну то есть пропасть. И эту пропасть я так до 11 класса, кстати, по математике не успел. То есть я приходил в 11 на математику. Мне говорили, Топалов, у нас диктант. Я тебе уже поставил 2, можешь идти. Так проходили мы в математике. Все, я говорил, спасибо. Так тебя препод дематинировал. Вообще нет. Нет, а там, ну как бы, то есть там правда. Не надо позориться и делать. Я невозможно отстал, да, то есть я даже приблизительно не понимал, о чем идет речь. Но зато я хорошо знал историю, я так или иначе полюбил литературу, потому что я в принципе, ну, папа заставлял читать, я как-то так что-то сам читал. То есть я вот гуманитарно, я более-менее... Тебя папа заставлял читать, вот это школьное... Нет, папа заставлял читать просто, ну, что-то свое, Детик Креплана Гранта. Кстати, классная книга. Да, но никогда ее заставляют читать родителей. Я вот очень стараюсь не заставлять детей своих читать, ну, старшего, младше, ты еще. Потому что я просто ненавижу читать, потому что меня заставлял папа. Вот просто вот банальное. Читать интересно, я когда, бывает, поймаю себя на какой-то интересной книжке, я в восторге и взахлеб читаю. Но вот этой привычки читать нету, потому что просто вот надо читать, ты и будешь дебилом. Это сейчас батя в тебе установка сработала. Да, да, да. Книжка наказания. А, все, я же читать на час. То есть у вас нормальная роль, батя за строгость, мама за любовь. Вот так вот у вас. Скорее, ну, ближе, ближе, да. Да, у нас нормальная военная патриархальная семья. А батя же военный. Батя бывший военный, конечно, да. И он из семьи военного. Поэтому у нас такая, ну, классическая советская патриархальная семья. Где все решал отец. Ну, в моей картине мира, да. Папа работал, мама занималась с детьми образованием в хорошем смысле домохозяйством. Вот папа работал, да, и принимал решение. Наверное, для тебя шоком был развод родителей. Вот потому, что ты описываешь. Как ты это воспринял? Это мое мнение. Мне было 15 лет. А, 15. Я уже был в том возрасте, когда мне хотелось свободы. Пап с мамой много ругались. Я не понимал, о чем. Ну, просто ругались. И когда они приняли решение больше не жить вместе, я почувствовал на тот момент глубочайшее облегчение. Я понял, что все проблемы наконец-то решатся. Папу все будет хорошо, маму все будет хорошо. Мы с Алиной и с Алиной не будем этого все услышать, видеть и терпеть. Ну, потому что все время было как-то вот сложно. Я не говорил, никто не дрался. Никто там не... То есть не было драмы. Ну, просто напряжение было. Ну, просто постоянное напряжение. Постоянно собачились, да. То есть не как бы... То есть это вот не трагедия, но как-то всеми напряжено было. Вот. И я почувствовал глубочайшее облегчение, на самом деле, в моменте. Мне казалось, что отлично, это же хорошо. Все будут жить как хотят. Вот. И потом, конечно, я испытал на себе все... Ну, на мой взгляд, тяжелые последствия бракоразводного процесса. Ну, во-первых, начинается такая неосознанная, наверное, манипуляция и детьми, и родителями. Детьми, родителями и родителей, детьми. Да, то есть ты начинаешь вот это все как бы выменивать. А, ну я так поеду. Или я как... То есть... И родители в свою выгоду тоже этому потакают. Это... Это не про... Это балует детей. Это, да, дало мне ощущение, что я могу пользоваться ситуацией себе во благо. Я понимаю, что это не очень здоровая установка для подростка. Вообще, я понимал, что я могу вот шантажировать маму или папу, те, что я там не поеду к маме или поеду к папе. Вот. Как бы... Ну, вот это все сейчас с высоты прожитого... Видно, как тебе стыдно за это. А? Видно, как тебе за это стыдно. Слушай, я... Ну, неприятно минимум. Это правда, да. Это очень говорящее лицо. Я не могу сказать, что мне стыдно, потому что я был мальчиком, понимаешь, маленьким. Мне было 15 лет. Что я тогда понимал? Восемь лет уже Англию покорял. Ну, как бы, то есть, я честно признаюсь, вот, я не вижу своей вины вот в том, что было из-за развода со мной. Честно. Ну, вот это не моя ответственность. Вы приняли такое решение, ну, то есть, вот они последствия. Как бы, come on. Понимаешь? Тут как бы... То есть, я очень много сделал в жизни того, чем не горжусь и беру на себя за эту ответственность, полный несу и готов признать свои ошибки. Но вот, что касается развода, вот избавьте. Вы приняли такое решение, вот он результат. Вам, пожалуйста, наслаждайтесь. Вот. С Алиной мало виделся, потому что Алина жила, соответственно, с мамой и там редко приезжала к папе. Я виделся редко с мамой. Ну, то есть, как-то вот... Поделили детей, короче, ты с батей, а... Да. Трак к маме. Такая интересная жизнь. Англия, регби. Как музыка-то возникла в твоей жизни? Батя военная. Мама тоже у нас не связана с музыкой особенно. Музыка возникла в моей жизни, когда мне было пять лет. Мама и бабушка меня отвели в группу «Непоседы», в набор. Они прочитали. Мы жили на улице Калусинена, это метро Полежаевская. И рядом с метро «Сокол» мы как-то гуляли там. Было просто объявление, что идет набор в детский музыкальный коллектив. Я уже не помню, что там было написано. А у меня была большая проблема с коммуникациями. Я был очень замкнут, я был интроверт, я ни с кем не общался. Мне было неинтересно, в саду мне не нравилось, дети мне не нравились. Я не хотел ни с кем дружить. Очень был такой весь в себе. И мама с бабушкой подумали, что это хорошая возможность мне раскрыться. Это как бы музыка, сцена, типа дети. И начали меня туда водить. И вот так оно как-то и пошло. «Непоседы», «Непоседы». Потом «Утренняя звезда» Юрий Александрович Николаев. Песни, песни. И вот так оно длилось как раз до 15 лет, до развода родителей. В Англию, когда улетал, я там непонятно, что не пел. Я приезжал когда на каникулы где-то с «Непоседами», там принимал участие в каких-то их мероприятиях. А так вот до 15 лет были «Непоседы», гастролики, конкурсы музыкальные, вокальные. Я объездил, я был в Италии, мы были в Норвегии, в Японии, в Диснейленде, мы были в Америке. То есть много мы путешествовали, много, кстати, с «Непоседами». Ну, понятно, что все, Россию объездили. А потом нас было в основном в составе человек, наверное, 15. И просто детки подросли все, я был не самый старший. То есть кому-то, когда мне было 15, кому-то уже было лет там 18. У всех университеты поступления, а «Непоседы» занимали очень много времени. Ну, то есть все свободное. То есть после школы мы ехали сразу в «Непоседы», и там были часов до 8-9. То есть там обычно делали уроки. Вот, и Елена Михайловна Пинджаян, это был год 99-й, наверное, она просто сказала, что «Слушайте, я не могу вам обеспечить какого-то серьезного музыкального пути, поэтому вот как бы старший, я вас распускаю». А на тот момент уже были ребята, девчонки в «Тату». Они уже шли из «Непоседа», уже «Тату» была, группа была. И мы с Сережей захотели такого же успеха, не захотели бросать это дело, и вот типа создали вместе с моим папой, создали группу. Тогда еще не смеш, просто создали группу, уйдя как бы из «Непоседы». И так началась наша сольная карьера. И быстро же вы выстрелили? Очень быстро. Это вот полное заблуждение. Ну вот расскажи и поделись. Все думают, что очень быстро мы, ну вот смотри, мы закончили «Непоседы», наверное, где-то в 99-м, «Тату», я сошла с ума, вышла. А выстрелили мы на минуточку в 2002 году на конкурсе «Новая волна» в августе, в августе месяце. То есть, ну там, два точно полных года, а то и больше. И это были такие пути, путь в неизвестность. Мы записывали какие-то странные песни. Нас сначала было четыре человека, мы, Сережа и две девочки. Сестра моя Алина и там еще одна девочка из «Непосед». Потом их убрали, остались только мы. Мы что-то пробовали, записывали криво, косо. И потом мы записали песню «Белль» в подарок моему папе, которая всем известна. Да, эту песню услышали в 2001 году у компании «Юниверсал». Которая главная вот эта? Да, ну это в российский офис, российский офис. В декабре 2001-го они подписали нас как группу 19 декабря. И сказали, ребята, нам нужен какой-то конкурс. Выиграть. Да, мы сказали, нет, мы не хотим, мы конкурсов в своей жизни наездили. Они говорят, ну надо, надо. И вот новая волна, типа, Юрмала, давайте. Вот, мы очень не хотели, но поехали, с божьей помощью выиграли. И вот с этого момента уже был взлет. Девочки стали узнавать, фанатская эта жизнь. Это было, да. А между «Непоседами» и Юрмалой, как бы, ну, несколько лет. Ну, если с пяти лет ты вообще шел к этому. Скитание и записи каких-то чудовищных песен, поиска. Но это просто вопрос, а там проснулся знаменитым. То есть мы к этому... Мы действительно проснулись знаменитыми, но мы к этому шли. То есть мы прошли какой-то путь неудачи. Мы уже теряли надежду, уже ничего не получалось. Тату гремели, а мы все где-то, ничего не получалось. Вот это все-таки у кого-то должна быть железная воля. Три года смотреть на этот неуспех, записывать десятки песен и как-то двигаться. Ну, нашим продюсером был мой папа. Уже понятно. Мы работали с его друзьями-музыкантами. То есть, ну, просто был какой-то процесс. И мы в этом процессе варились. Ну, то есть мы не сидели дома и не ждали чуда. Мы что делали? Мы занимались танцами, занимались вокалом. Мы ездили, значит, на студии. Мы ездили отдыхать там вместе. То есть мы нас вот как бойс-бенд поселили вместе. Мы вместе жили. И вот мы так вот нас готовили. Мы занимались там актерским мастерством. Мы занимались сцен-речью. Серега уже учился в Амхате. Да, поэтому нам было чем-то. То есть мы были заняты. Успеха не было. Заняты мы были. Мы записывали песни. Мы ездили, искали авторы. То есть это было. И где-то через три года, вот оно. Ты проснулся знаменитый. Какие ощущения? Да. Поделись. Слушай, ну какие ощущения? Конечно, в запределье. Ну круто. Все узнают. Все там вау, Влад. Да, да, да. Я же с тобой недавно буквально мы перемещались по Москве. Тебя также все узнают по-прежнему. Да. Устал? Устал? От чего? Ну вот от этой известности, то, что ты селеб, тебя все узнают, там, фоткаться с тобой хотят. Чего? Да уж говорите. Знаешь, это... Нет, я не устал. Я считаю, что лгут те, кто говорят, что устали. Потому что это... Ну, это психология человека устроена так, что внимание всегда, особенно когда оно плодипозитивное, конечно, оно приятно. Льстит любому человеку. От чего устаешь? Устаешь от того, от бестактности людей. От невоспитанности. От грубости людей устаешь, потому что... Ну вот, там, поехали, например, отдыхать в Турцию. Буфет. Стоишь с тарелкой. И все лезут. Ждешь, там, что-то. Положил себе кузок мяса. Вот ждешь, пока пюре можно будет положить. Понимаешь, что походит? О, братан! Да иди сюда, блядь! Куда вообще? Понимаешь, как бы... Дикий народ. То есть, да, ну, то есть, вы же, как бы... Я в такие моменты просто... Я даже не знаю. Я уже смирился. Раньше я психовал. Сейчас я понимаю, что, ну, если человек сам не понимает, то то, что я ему сейчас буду объяснять, не имеет никакого смысла. Поэтому вот это точно утомляет, это раздражает. Всегда и меня не перестанет раздражать. А в целом, конечно, внимание, популярность и медийность, и востребованность, это всегда очень льстит. Был период, когда я это воспринимал как должное, и была звездная болезнь, и я был таким... Слушай, ну, мне было 16 лет, 17, понимаешь, я достаточно известный молодой человек, более-менее неплохой внешностью... Я помню, из каждого утюга ты был. С котлетой в кармане, со своей машиной, ну, то есть, как, скажите мне, как не потерять голову? И еще у меня родители развелись, и я живу один. Ну, просто вот вся формула тебе полного провала сына. Ну, аж как? То есть, 17 лет, в центре Москвы квартира, никакого контроля, родители не общаются, со собой не следят. Звезда, деньги есть, все. Ты гениально слава. Ну, то есть, и здоровье. Все, как, что может пойти плохо? Да все. Просто все, блядь, пойдет плохо, это же понятно. Извините, это может быть там запик. Все пойдет плохо. Все пойдет плохо. Поэтому, ну, что, то есть, как бы, все пошло ровно так, как вот, как оно и должно было пойти. Звездная болезнь, конечно, я сошел с ума. Насчет Сергея, кстати, не знаю, я, честно говоря, не помню. Мы тогда уже перестали... То есть, мы уже встречались просто на работу. То есть, мы встречались, привет-привет, отработали, и дальше каждый по своей компании, по третисовке. Он был супер востребованный, там, звезда своей компании. Я своей, то есть, мы мало пересекались, вот, а из-за этого стали меньше общаться, из-за этого стали меньше дружить, вот, потому что наш коллектив все-таки, я считаю, держался на наших с ним взаимоотношениях, таких честных, дружеских, настоящих. Как только это потерялось у нас, все развалилось. И никто нас не мог собрать ни контрактами, ни угрозами, ни универсал, ни папа. Все, мы друг друга ненавидели на тот момент. Там даже до этого даже... Ну, у нас, как, ну, мы ножами друг друга не кололи, понятно, но вот мы были друг другу неприятны. Да. Я, честно, стал лениться, а Сережа, честно, стал не понимать, зачем ему второй, когда он сам, как бы, вроде и тоже себе ничего. Вот, я хотел делать рок-музыку, Сережа хотел делать поп-музыку, нам прислали песни, те, которые нравились ему, отказывался петь, я, те, которые нравились ему, отказывался петь, он. Ну, как бы, на самом деле, я прочитал достаточное количество биографий в своей жизни, и вот просто меняешь имена, все абсолютно одно и то же. Это либо личная жизнь, либо наркотики, либо все вместе, то есть все, просто вот имена поставишь, о, прям история смеш. Поэтому все, все, все банально, все просто. У нас все было построено на, как бы, дружеском союзе, и никто не определил правила игры на берегу, у нас не было контракта ни друг с другом, ни с папой. Папа решил нам дать контракт, когда мы уже были смеш. Ну, и началось. У меня свои юристы, у Сережа свои юристы. Папу, конечно, это, возможно, какие, б***ь, я говорю, что, б***ь? Ну, я его тоже понимаю, это мне сейчас сын мой принесет, юриста приведет. В том смысле. Ну, то есть все просто было классно, спонтанно, на дружбе, на таком энтузиазме. А когда пошли большие деньги, и уже большие люди, и... Серьезные дела, то просто было поздновато. Поздновато мы с похвати. Конечно, если бы мы все подписали жесткий контракт. Если бы папа не включал папу, а был бы просто менеджером. Да, если бы папа нас слышал, а не говорил, вы сопляки, я вас там вырастил. Ну, то есть, оно все просто изначально было немножечко неправильно, к сожалению. А когда мы начали это все пытаться вылечить, уже было поздно, уже было поздно. У Universal были свои планы, у папа свои, у Сережи, то есть мы все были в разнобой. Мы все были в разнобой, и всем было выгодно, чтобы друг с другом не дружили. То есть не было... И пока мы с Серегой были вместе, пока мы дружили, мы могли сдерживать папу, мы могли договариваться с Universal. То есть мы были одной командой, и мы вот, у нас был еще менеджер английский, Саймон. Саймон когда-то в свое время, его нам нашла Universal компания, когда они увидели папу, они говорят, стоп, нужно еще один менеджер, этого не хватит. И они нашли менеджера, Саймон, Нейпер Белл, когда-то создал группу Вэм, где был Джордж Майкл и Эндрю как-то второй беленький, которого никто не помнит. Вот, и тут у нас был черненький-беленький, тут дуэт, они говорят, о, Саймон, давай. И Саймон как бы нас после Юрмала, как раз Саймон нас уже сделал, или даже до Юрмала он нас сделал. Вот, и пока мы с Сережей были вместе, мы могли всех сдерживать и как-то вот все делать в свою, в пользу группы. Потому что больше всего заинтересованы все равно были в итоге мы. А когда им вот мы уже разосрались, все, все, все порушилось, и нас как стервятники расклевали. Папа расклевал меня, Universal забрал Сережу, ну, то есть Саймон вообще сказал, да и... Ну, вот, и оно вот так вот из-за этого и все развалилось. Мы очень долго с Сережей вообще не разговаривали, ну, прям много лет, я не буду врать сколько, не понял, но много лет. Потом прошло время, он меня позвал на концерт на свой выступить, я помню. Я приехал, и что-то мы так... А, нет, вру, вру, я тебе соврал. Да, нет, не соврал. Он меня позвал выступить на свой концерт в Крокосе, спеть песню. Мы спели, что-то опять разругались, и все, и опять не общались что-то долго. А потом он поехал на Евровидение. Это был какой год? Тринадцатый, пятнадцатый, может, пятнадцатый, полно, да, и какой-то... И вот в год, когда он поехал на Евровидение, я помню, что я лежал дома, смотрел по телевизору, и у меня вдруг проснулась какая-то невероятная радость и искренняя поддержка к человеку, которого я просто вот хотел просто вот стереть. Я реально смотрю, думаю, блин, я начну ему писать, что-то Серега, Серега... И как-то вот мы вот с его первого Евровидения, мы как-то раз, два, три, четыре, и все. И мы сейчас вот те же ближайшие, роднейшие люди, которые мы были, все забыли, все, все... Вообще, я уже даже не помню. То, что я сейчас говорю, это вполне возможно, это моя версия, у него она совсем другая. Уже все это так неактуально и нелепо. Мы дружим с семьями, и... Ну, он мой точно самый старинный друг. Мы познакомились в девяносто пятом году. То есть через два... Через год мы будем... Сколько? Тридцать лет мы дружим. Через год мы будем дружить тридцать лет. Это то, ну, то есть это... Я считаю, это дата. Понятно, что были там периоды, но... Но любовь в сердце жила. Жила, абсолютно верно. И вот последние годы это доказали делом, потому что... Было несколько моментов, когда у него было грустно на душе, скажем так. И я просто с ним проводил вот там день, ночь, вечер, ночь, день. Вот мы с ним говорили, 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 говорили. Вот только я и он. Вот как дети. И у меня то же самое было несколько раз, когда я просто вот... Вот это вот то, о чем я говорил, когда ты не думаешь, а вот первый, кто приходит в подсознание, вот он. То есть я точно знаю, что в моей жизни, вот если вот какое-то ЧП, то я подсознательно о нем подумаю, потому что он ближайший мне человек. У нас точно могут быть разные взгляды на жизнь, на музыку. Но мы родные люди. Я считаю его своим другом и даже больше. И, наверное, он меня тоже. Мы не общаемся каждый день. Но это вот такой формат. Я в одном спичи на все твои вопросы ответил. Но это больше, чем дружба, когда вы так в сердце друг друга. Да, слушай, мы реально прошли вместе огонь и воду и медные трубы, что, оказывается, называется славой. Поэтому, да, у нас большая история за спиной и поражений, и побед. Если восстанавливать хронологию, действительно супер-мега популярность. Белл, это, ну, что говорить. Мы все помним, кто в то время жил. У вас группа распадается. У тебя, естественно, свой круг. Ты мега популярный. При деньгах. Вот какие-то последствия. Как ты говоришь, читаешь биографии. Я тоже читаю этот клуб Микки Мауса. Там кто Бритни. Кто угодно. И последствия по классике. Быстрый взлет. Да. Что было дальше? Когда? После распада Смэш? Да. После распада Смэш мой пап, Михаил Геннадьевич Топалов, решил, что мы без Сережи справимся. С чем я был категорически не согласен. И в моей голове всегда, как бы я его на тот момент и не ненавидел, но я понимал, что его нельзя заменить другим черным мальчиком. Будет, смотришь, это будет не то. Я это озвучивал. Но понятно, что мне говорили, сиди, б***ь. И меня никто не слушал, поэтому была попытка сделать кастинг, взять черненького мальчика, поющего. Все не сработало, потому что... То есть он вроде по... Я просто не хочу называть имена. Один из них сегодня участник одной суперизвестной группы. И мы вот такие вот друзья. Он, кстати, еще в одном городе с моей женой родился. Мы подружились. Только пасхалок дал. Кому надо пойму. Ну да, мы подружились, до сих пор дружу. Но я бы сказал, ты пойми, ну как бы Смэш это вот, ну это я и он. То есть... Да, это правда. Ну там не... Не я, не одеваемая. Да, мы слишком были узнаваемые лица. Как бы, в общем. Поэтому ничего не получилось. Я какое-то время поработал. Смэш был типа я. Как солист и наши музыканты сзади. И все. И потом я просто от этого как-то отошел. Я уже даже не помню, как я отошел. Мне было всегда неудобно. Когда объявляли Смэш, особенно первый А. Вообще смешная, смешная и страшная история. Мы разошлись в начале декабря 2004 года. И в середине... А у нас уже был расписан, естественно, график. Декабрь, январь, февраль. То есть на полгода вперед гастроли у нас были. И особенно декабрь был расписан. И все новогодние штуки. А Сережа уже то ли закончил бхат, то ли еще вот тут учился. Короче, он должен был быть и был ведущим корпоратива, на котором мы с ним должны были еще и петь. Мы приезжаем накануне с каких-то гастролей. Все, ругаемся в хлам. Все, нет, все, больше никогда. Все, забыли, забыли. А концерт-то стоит, и ведущий-то он. И это вот... Концерт проходил в Мхате Горького, как сейчас помню, на Тверском бульваре. И мой первый выход без Сережи был на концерте, который вел Сережа. Я пока ждал выступления, поменял две рубашки. То есть я просто оделся, насквозь мокрый, пошел переоделся, опять вышел. А он ведет, и я стою. Ну, это странно, дикая, страшная, нелепая ситуация. И вот с тех пор выходить на сцену, когда говорили Смэш, выходить одному, я чувствовал, что я обманывал. Ну, это нечестно, я не был с этим согласен. Понимаешь? То есть это было, ну, какой-то типа бээ. Ну, скажи там, Влад, ты за экс-солист, Грустнешь, Влад-то Павлов. Ну, то есть, а просто Смэш... Я понимаю, что люди в зале думают, ты что, дурно, ну, что это? Поэтому мне это было неприятно. И со временем я просто, я выпустил свой сольный альбом в 2005 году. Ну, и вот уже с этого альбома я начал называться именем и фамилией. Вот. Ну, уже такой популярности ты не повторил? Наверное, нет. Я очень долго еще ехал на этом поезде Смэшевском, мы оба. Но эту популярность я не повторил. Нет. Сережа, я думаю, уже превзошелся. Вот сегодня можно смело сказать, Сережа уже превзошел Смэш. Я нет. Вот поэтому я и музыкой перестал занимать. Ну, ты же не быстро перестал музыкой с ней? Ты сейчас на гитаре играешь, что-то записываешь. Ну, хорошо, выступаешь. Профессионально перестал заниматься. Да, наверное, это справедливо. Потому что музыка присутствует в твоей жизни. Музыка присутствует в моей жизни, да. Мы находимся в наркологической клинике. Ты что, правда? Я врач-нарколог. Уже очень давно. Это я знаю. Это я знаю. Хороший врач-нарколог. Спасибо. Мне очень приятно это от тебя слышать. Ну, я сразу ремарка. Я к выздоровлению Влада отношения не имел. Он выздоровел гораздо раньше. Поэтому вот это принципиальный момент. Чтобы это не выглядело, что мы общаемся как пациент и доктор. Поэтому вот вопрос. Понятно, что это мегапопулярность. Компании. Всегда появится человек, который скажет, давай усилим что-то там, улучшим. Поколбасимся что-то. И в твою жизнь так вот вошли вещества. Ты знаешь, я много на эту тему думаю всю свою жизнь. Пытаюсь вообще разгадать этот ребус. Я не знаю. У меня нет правильного ответа. Все. Мне кажется, я знаю, почему люди у нас не любят наркоманов. Потому что наркомания, особенно в ряду таких, как я, это признак распущенности. И, к сожалению, ничего больше. Невозможно покупать тонны кокаина, понимаешь, будучи нищим, тяжело, в каком-то горе. Понимаешь, к сожалению, вот почему я когда-то испытал страшную волну негатива от людей, на которые, честно говоря, я вообще ни на что не рассчитывал, но мне хотелось сбросить вот с себя этот груз. И я получил отвратительную реакцию. И пожинаю плоды этого по сей день. Это случилось на минуточку уже в 2009 году. 15 лет. Да, то есть 15 лет я слышу, что он наркоман. Понимаешь, и я все думал, почему, почему, почему. Ну, я же признался, ну, я как бы пошел лечить, там, поборол. Ну, то есть, а потому что это просто распущенность и ничего больше. Поэтому про себя я могу сказать, что да, это было просто следствие образа жизни, который я вел. Все весело, все легко, делать ничего не надо, все получилось. Так будет, уверенный, что так будет всегда, я все смог. Это же я великий талант, это же я все смог. Ну, и понятно, клубы, друзья, и как бы, я не знаю, я просто не был в клубах, в клубе уже лет, наверное, я даже не знаю, я не понял, в каком клубе я последний раз был. Уже все их снесли. Я сейчас езжу, там уже какие-то дома стоят. Ну, вот, да, в клубе как-то сначала алкоголь, пили, 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 пиво, пиво, потом водка, потом пиво с водкой, вот, все эти эксперименты, текила, вот. Потом я знал, что в моей компании кто-то употребляет, даже знал, кто. Мне как-то, ну, вот, я там, я пораскурил травой, мне, ну, я вот, мне это неинтересно просто. Я как-то не понимал всего этого, мне было не на раз, ну, бухнуть было, да, весело, ну, вот, ни в похмелье, ничего никакого не было в молодости. Ну, вот, ну, и потом как-то, да, вот, ребята притащили, говорят, а, давай, ну, да, да, что-то раз, два, три, вообще ничего не понял, что делать, смысл какой-то, давай бухать. Ну, и все, и так вот, второй раз, третий раз, что-то пихает, по-моему, и потом он так бум-бум-бум-бум-бум, и все, и ты уже не знаешь. Ждешь, когда ребята принесут. Ждешь, когда ребята принесут, совершенно верно. Да. Ну, и, соответственно, вопрос, ты же достаточно быстро себя взял в руки, выздоровел, вот, как, на какие-то ресурсы опирался. Ой, как у вас, психиатров, после, до 10 лет, это ты еще зависимый, нет, пока, если 10 лет не употребляешь, ты что, зависимый, не, зависимый ты всегда. Там в чем вопрос, главный затык, что контролируемому употреблению вернуться невозможно, если ты уже вышел в алкоголизм или во что-то, ты можешь хоть 20 лет не употреблять, если ты начнешь это делать, ты ровно начнешь с той стадии, на которой ты остановился. Это великая иллюзия. Единственный вариант – трезвость. Вот, поэтому, судя твоей логике, а если она, как бы, соответствует научным каким-то истинам, то я, как бы, не выздоровел. Я просто чистый, трезвый, живу, живу, как бы, насколько я могу, в трезвости и, как бы, все. Это продолжалось достаточно долго. Просто в какой-то момент, в какой-то момент я понял, что я больше не могу, не хочу, не могу. То есть я просто уже настолько, как бы, был, как мне казалось, на дне, что уже хотелось, то есть надо было сделать выбор, либо уже вот туда, либо туда. То есть надо было куда-то уже определиться, потому что я пытался совместить вот эту жизнь, которая меня засосала, и попытки какой-то нормальной жизни, и это было уже несовместимо. Ну, там здоровье, понятно, друзья, работы не было, денег не было. Ну, вот, я себя с помощью врачей, медикаментов, друзей, поддержки, понятно, лечения, ну, если можно это назвать, взял руки, ну, то назовем это, взял руки. Вот. Вот, все-таки, вот этот, последняя капля, тебе физически очень плохо стало, или что-то случилось, вот как это, или оно медленно приходит, это осознание? Я думаю, что это был некий накопительный момент. Я перестал видеть, как бы, смысл, что ли, вот такого существования, то есть, как бы, я жил, чтобы веселиться, и все, что бы я ни делал в жизни, если я вообще что-то делал, это было направлено только, чтобы быстрее вот разобраться с этим делом, и вернуться там куда-то в клуб, домой, и это для меня произвело какое-то просто удручающее уже, то есть, я почувствовал себя как-то уже вот грязно, плохо, ну. Понимаешь, вот, знаменитый фильм «Форест Гамп», где он бежит, 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 потом он останавливается такой, ну, по-английски я переведу, он говорит, я что-то устал бежать, наверное, я пойду домой. Разворачивается, а за ним толпа бежит, там все. И он просто, они все-таки, типа, вот, наверное, что-то приблизительное, вот я так могу характеризовать свой забег, то есть, я несся, несся, со мной была какая-то толпа, у меня же была незакрыта дверь в квартиру, ко мне приезжали уже какие-то люди, какие-то женщины, парни, я их не знал, они просто знали, что ко мне можно зайти, у меня всегда там все весело, можно потусоваться, я на них не обращал внимания. И в какой-то момент я просто такой, типа, стоп, ну, так оглянулся, говорю, что-то мне, ну, во-первых, плоховато, уже здоровье, здоровье, как бы подводило, всякие депрессии, бессонницы. Операция у меня на связках была, киста у меня была большая, я потерял голос и надо было оперировать, я тоже испугался. Вот, наверное, плюс-минус вот в этот период. Это был год, наверное, 2011-2012. А вот если вспомнить твое выздоровление, что самое тяжелое было в процессе? В процессе тяжелого нет ничего. Есть вся тяжесть в том, чтобы себе в какой-то момент признаться, что так тяжело, в принципе, плюс-минус будет всегда. Вот это ощущение, вот как бы, то есть мы, моя, каждый раз, когда я хотел, там, бросить курить, бросить пить, бросить наркотики, я всегда думал, что, ну, вот сейчас надо передержаться, а потом будет легко. Я об этом никогда не вспомнил. Но, к сожалению, мозг и наши, я как теперь уже знаю, наши дофаминовые всякие теорецепторы, они работают нейронные, они работают по-другому, понимаешь? И вот смириться с тем, что мне не будет никогда, у меня не будет такого дофамина. Я пробовал, я, ты не понимаешь, я уже в ледяной воде сидел, которая вроде поднимает в три раза дофамина, а кокаин в два раза, понимаешь? Что я, что я только... Обманули ледяной водой. Что я только не делал, понимаешь, я только заболел, с простудой слег на две недели. Что я только не делал, понимаешь? Но, к сожалению, вот это, как бы, вот для меня самое было сложное, это в какой-то момент просто признать, что нет. Смысл не в том, что сейчас вот я недельку полежу в больнице, почищусь, такой, опа, и мне память сотрут. Так не бывает. А вот просто понимать, что все, вот это моя проблема, я с ней теперь живу. Искушения будут постоянно на каждом углу. И вот это для меня самое сложное. Лечь в больницу, ну, как бы не так... Я помню, по нашему с тобой опыту, когда я там общался в твоей клинике с молодыми ребятами, я помню, что даже загнать некоторых туда сложно. Мне просто, мне это, к сожалению, неведомо. Я, ну, у меня другая была ситуация. Видишь, я не... Как мне кажется, все-таки там, ну, меня к батарее привязывать не надо было. У меня другая была история. Но... Я хочу сразу... Я тоже к батарее не привязываю. На всякий случай. Да, нет, я просто... Кто-то и общался с людьми, которые были привязаны к батарее. Нет, я просто помню, что я у тебя общался с ребятами, с подростками, и кто-то был очень адекватный, а кто-то прям, ну, понимаешь, что... То есть даже непонятно, как вот подойти к человеку. У меня такой вроде как ситуации не было никогда. Но вот это ощущение... То есть лечь... Я помню, мне было очень хорошо в клинике, прямо когда я первый раз лежал. Ну, мне, понятно, кололи что-то там, какие-то депрессанты. Я так сладко спал. Я так, я так выспался за эти два месяца. Мне снились какие-то волшебные сны. Я был добрый, хорошо. Но оттуда выходишь, ты попадаешь в реальную жизнь, и все то же самое. Братан, ну что, ты где? Ну как? То есть какие-то старые контакты. И вот это ощущение, что так, теперь надо просто себя перенастроить. Если ты где-то выпиваешь, ты должен выпивать меньше, потому что иначе тебя может унести. То есть вот эти, как вот... Вот эти барьеры, вот они мешают. И умение учить себя получать вот это удовольствие от жизни без стимуляторов, оно суровое. Ты знаешь, мне очень нравится вот глубина осознавания того, как ты искренне это все рассказываешь, сколько ты через себя пропустил. А если представить молодую аудиторию, для которой действительно успех, как в голливудских фильмах, это чемодан Кэша и такая дорога до горизонта. Вот что будем сказать, чтобы они в дорогу лицом хотя бы не падали, эти прекрасные мечтатели. Честно, сказать я могу очень много и очень долго могу говорить. Есть ощущение, что это бесполезно. Мне кажется, что у каждого свой путь. Одно знаю точно, что я очень не советую никому с этим сталкиваться, потому что просто это игра со смертью. Это просто вот, это похождение по лезвию. И, к сожалению, ты тем более, и даже я уже знаю, к сожалению, точнее, знал, уже похоронил ни одного человека, кто спился, кто сторчался. Я помню себя молодого и помню, что кто бы мне что ни сказал, да у меня еще, у меня еще мне 15, там, 18, у меня еще вся жизнь впереди, я еще успею бросить, успею полечиться. То есть надо успеть пожить. Вот это ощущение, оно, конечно, очень обманчиво, да, коварное. И, ну, нужно быть очень сильным человеком, чтобы рискнуть и быть готовым вот это испытание проходить. Я всячески буду, я вот знаю, что я всячески буду своих детей, буду стараться от этого уберечь. Вот просто любым способом, любым способом. Потому что пока они под моим присмотром, пока, ну, там, до 18 лет хотя бы, да, понятно, что это их жизнь, они имеют право делать свой выбор. Но когда-то, сделав этот выбор, я хочу, чтобы они его как можно больше, как можно дальше отсрочены. Потому что он, он тяжелый, он жестокий, он тяжелый. И там, понимаешь, вот самое ироничное, что дороги назад на самом деле нету. Есть просто условная батарея, понимаешь? Вот что, то есть невозможно стереть, я не знаю, сейчас есть вот эти, как в старых фильмах, когда электрошоком стирали память, не знаю, там, этих, лечили психов. То есть иногда хочется просто стереть память, потому что с этой памятью невозможно жить. Потому что ничего другого ты не, ну, все. То есть ты вот туда зашел, не то, что, а, нет, нет, все, 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 я туда ходить не буду. Все, ты уже одной ногой там навсегда, понимаешь? Хорошо ты психологическое вот эту память, влечение описал сейчас. Это вот для меня это самое, для меня это самое. И с кем бы я ни разговаривал, из, тоже там, зависимых, из своих коллег, с кем-то даже в близких отношениях, у всех одна проблема, что просто ничто так не может порадовать. И ты это знаешь. И ты идешь с детьми в парк, казалось бы, парк, дети здоровые, господи, спасибо. А ты понимаешь, что, ну, вот, ну, вот, не тот это уровень. И, блин, и вот думаешь, да что ж такое-то, как же туда вернуться? А назад не вернуться. Назад не вернуться. Вот, поэтому вряд ли кому-то мои слова помогут. И вряд ли кто-то в этом возрасте может это правильно услышать. Но... Нет, ты очень хорошо сказал. Ты сказал от сердца. Я вот прям включился вот в то, как ты описал. Гениально описано. Вот именно психологическое состояние, когда ты свою жизнь сравниваешь с той эйфорией, которую ты получал на пике и все время не в пользу теперешней жизни, ты очень хорошо сформулировал. А музыка, ай, запахи, не дай бог тебе что-то напомнит какой-то... Куча триггеров еще. Кошмар, ты не понимаешь, я столько хорошей музыки не могу слушать. Я не могу слушать столько хорошей музыки. Это ужас. Потому что мы слушали музыку с утра до ночи, слушали всех моих любимых, величайших исполнительных групп. И сейчас играет эта песня. У меня аж испарина выходит на лбу. Я просто переключаю. Причем я переключаю с сожалением, потому что я понимаю, что я не хочу, но не могу. Мне плохо. То есть у меня сразу... Вот это вот состояние ужасное. Вот как вот мозг устроен интересно. Феноменально. Да. Вся память на серотонине до фамини работает. Я немножко знаю предысторию, что вы там вместе в спектакле играли. Вот очень серьезно. Ты с удовольствием меня на премьеру пригласил. Я все это смотрел. Мне очень понравилось. Вот как ты понял, что Регина, вот как раз твоя женщина, что с ней хорошо бы в семейные отношения вступить, в брачные... Когда, может быть, как это? Не знаю. Ты знаешь, просто... Ужасно банально увешусь. С ней просто с первого раза было все по-другому. С первого взгляда с ней было все по-другому. Но она, понимаешь, она, конечно, вот тот человек, который меня спасает. Она солнце. Она невероятной доброты человек. Невероятной. Она умудряется успеть все. Она умудряется и быть со мной, и любить меня, и любить детей, и работать с утра до ночи, и со всеми по видеосвязи поговорить. То есть вот я, понимаешь, там ложусь в 10 вечера с детьми, а она еще до часу сидит в телефоне, что-то отвечает, ведет телеграм-канал. И в 6 она вместе с детьми там в полушестого встает. А еще и ночью, если что. Ну, то есть она просто вот... Я на нее молюсь и просто ей восхищаюсь. Она феноменальный человек. И, видимо, у нее есть свои сложности, как у всех нас. Она близнецы, она мощный человек. Она может тоже вытворять разные глупости. Но, видимо, мы друг друга так вот... Дополняется. Да. Я ее где-то остужаю, что ли. А она меня, наоборот, воспламеняет. Знаешь, как-то вот у нас... Ну, не бывает... Алеты пламени. Да. То есть я знаю, что она величайшая женщина. Но если бы я был плохой, ну, она бы не была со мной. Ну, просто так в жизни тоже чудес нет. Ну, значит, мы друг друга дополняем. Значит, мы и нам вместе... Хорошо, мы вместе продуктивные. Мы вместе... Мы делаем друг друга лучше. Вот знаешь, вот это самое главное в нашем браке. Мы делаем друг друга лучше. Мы не стесняемся. У нас нет ни патриархата, ни матриархата. У нас нету... Ну, то есть понятно, что интуитивно как бы есть папа, который какой-то некий такой защитник сильный, там, кормилец и прочее. Но она тоже, понимаешь, самостоятельная, независимая женщина. Обеспеченная, суперпопулярная. Популярнее меня в 10 раз. Понимаешь, как бы... Я не могу к ней прийти и сказать, значит, так, я сказал. Она говорит... Молодец, здорово. Ты сказал? Батюш включить не можешь. Да, да. Ты теперь слушай меня. Да, да, понимаешь? И мы научились за... За наши 6 лет уже будет летом. Мы научимся и... Друг друга воспитывают. Открывает. Да, мы, понимаешь, я ее где-то подтягиваю. Она и меня. Мы слышим друг друга, слушаем. Это жуткий интересный процесс. Понятный, непростой. Но я искренне верю, что мы созданы друг для друга. Вот просто потому, что получается. И поэтому, когда я ее первый раз увидел, она просто входит в комнату и сразу как-то, знаешь, вот цветочки, бабочки начинают. То есть ты сразу такой... Понимаешь? И это было очень хорошо. Не хочется, чтобы выходила. Да, 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 да. Это было очень хорошо. И ты за ней как хвостик. На спектакле очень заметно. Вы прям играете там и рост, и достаточно серьезные актеры. И вы очень гармонично смотрите. Было очень классно. Жалко, что он закончился, да. Но было очень здорово. И я благодарен тому же росту Сережи, который, собственно, автор и режиссер, что благодаря ему я просто стал... Я стал качественно другим человеком с ней. Это абсолютно точно. И об этом говорят и все мои друзья, и родители, и все, кто нас знает, и кто меня знает, видят, что результат нельзя. Классно же. Вы играете любовь и любите друг друга. Прямо вот джекпот. И я так понимаю, вы достаточно быстро начали встречаться. Мы сейчас начали прямо на спектакле. Прямо на сцене, да. Вот когда мы на репетиции первый раз поцеловались, я ее так поцеловал, чтобы она поняла всю глубину моих эмоций и чувств. Она это поняла. И дальше уже был просто вопрос времени, когда я ее добьюсь. Было сложно ее добиться. Она была неприступная. Она была очень такая... Вообще у меня карьера, работа. Но вот просто я увидел в ней мать своих детей. Знаешь, как это тоже банальность жуткая. Но как-то вот в этот раз было что-то по-другому. Я не могу... Может быть, я уже созрел как мужчина для каких-то серьезных отношений, потому что объективно в первом браке... Мы оба просто были не готовы. Я не имею ни малейшей претензии к своей первой супруге и никогда не посмею ничего сказать и нечего говорить. Мы просто были оба не готовы. Мы поторопились оба. Мы были еще чуть-чуть юные. И вот нам казалось, что вот надо иметь семью. Надо иметь семью. Пора. Пора, пора. Знаешь, да. И оба на вот это ложное чувство появились. А, видимо, спустя сколько там, три года я уже просто как-то созрел. И у вас двое деток? У нас двое сыновей. Да, старший Михаил, младший Мирослав. Пять и полтора годика. Для многих родительство – это абсолютный ресурс, которым они растворяются. Некоторые люди начинают грустить с какими-то сложностями, сталкиваться. Вот для тебя ощущение, что-то неожиданное. Ты дальше начал раскрываться. Сразу все гамма, судя по твоей реакции. Столько всего. Ты знаешь, конечно, родительство – это тяжело. Я врать не буду. Мне тяжело. Вот единственное, о чем я думаю. Поскольку я закончил свою музыкальную карьеру и начал заниматься совсем другим делом, сложным, большим, ответственным, в момент рождения моего второго сына и когда младшему три. То есть, на самом пике вот этого родительства и воспитательства и суеты вот этой домашней, у меня началось другое дело, которому я очень хочу и должен посвящать много времени. И от этого страдает семейность. Это единственное, что мне сложно. Я не буду говорить, что бабочки, все замечают, все пушисто. Это сложно. Это выматывает. Это раздражает. Я... У меня очень много вопросов к моим родителям и к некоторым подходам их к воспитанию. И мне очень хочется повторять этих ошибок, потому что я считаю, что ошибки были. Теперь, как отец, я могу уверенно заявить, что я считаю, что у моих родителей воспитательские и родительские ошибки были. Я не хочу совершать их, но я совершаю другие все равно. новые. Да. Да. Понимаешь, то есть вот эта история, что я сейчас, мы будем лучше наших родителей, да, в чем-то дано, в чем-то будете... Пойдем дальше. Да, да, абсолютно верно. И в ошибках тоже. Конечно, я из-за своих, из-за испорченных нервов, я чуть меньше стрессоустойчив. Я часто срываюсь, значит, за что потом переживаю. Срываюсь в смысле, ну... На всякий случай без рукопреклазма. Да, да, да. Просто могу накричать, нетерпимый. Мы читаем книжек очень много, общаемся с психологами, любим, то есть мы вовлеченные родители, но без ошибок не получается. И, конечно, это выматывает, это тяжело. Вот со вторым я испытываю намного более яркие, приятные эмоции, нежели с первым. Я вот с его рождения, я с ним сплю. Я единственный, кому он доверяет мыть попу, и единственный, с кем он не кричит, когда я ему мою попу. Только я. Потому что я это делать люблю. Вот он у нас был, мы были на отдыхе, он накакал в бассейне. И я ручками с ними вылавливал. И с такой любовью это делал. Понимаешь, Регина такая... Я говорю, блин, это прям мое. Просто вот я вот со вторым, я как-то вот... Я был готов уже. Если с первым я точно не знал, что будет, и к этому невозможно приготовиться. Это да. То со вторым я прям кайфую. Третьим еще проще будет. Все по накатам будет. Слушай, да, хочется в ответе, Серегишка захочет. Но вроде мы оба хотим, но просто тоже работа, время, как бы... Ну, я понимаю. Понимаешь, детям, детей же хочется еще, им хочется уделять внимание. Понимаешь, а мы этого делаем, к сожалению... Ты с таким теплом, с такой любовью, для тебя это такой ресурс. Да, да, ты знаешь... Девчонку-то хочется, отец. Мне хочется, чтобы... Это еще новый опыт. Все говорят, что надо девочку. Не знаю, хочется... Знаешь, хочется, чтобы был здоровый. Родился, кто бы... Это правда. Это правда. На детской площадке выходишь, увидишь какую-нибудь, да, просто вот... И вот просто вот... Господи, спасибо за то, что... Двух прекрасных сыновей. Ага, понимаешь, просто ручки-ножки на месте. Господи, слышит, видит. Вообще, что еще? Что еще? Такой экзистенциальный вопрос. Ты все-таки глубоко верующий человек. Я... Ну, ты вот даже в разговоре вот Господа благодаришь уже много раз поблагодарить. Слушай, ты знаешь, мне кажется, что если бы не он, я думаю, мы могли бы даже здесь не сидеть. То, что мне жизнь и Господь, Вселенная, в твоем случае, далее... В моем почему? Ну... Я понял твою логику. Окей. То, что мне дан вот такой второй шанс, да еще такой красочный, с Региной, с этими детьми, с работой. Ну, это... Это я считаю просто... Меня кто-то отмолил. Наверное, я сам частично. Но просто оттуда, где я был, не все просто выходят. Понимаешь? Да еще с таким успехом... Да, понимаешь? То есть вот... Я, по идее, я, по идее, где-то, наверное, к году в 2013 должно было плюс-минус там все закончиться. Понимаешь, там в 12-м. А я... Понимаешь, 24-й? Понимаешь, я бах! Ну, то есть... Дети, Регина, работа, слава... То есть, ну, это чудо, просто божье-божье провидение. Вот ты упомянул про психотерапию. Вот какое-то на тебя оказало влияние. Ты чему-то научился. Слушай, ну, как это ни странно признавать, психотерапия... Работает. Ну, работает, понимаешь? Работает. Когда ты начинаешь чуть-чуть туда копать, разбираться, тебе уже проще какие-то вещи отслеживать, замечать. То есть, я не люблю вот эти иностранные слова, рефлексировать, ресурс. Но вот ты начинаешь за собой замечать некоторые вещи, и тебе... Ну, ты как хотите заниматься спортом, что ли? Ну, тут, наверное, тоже спорт для мозгов. Я очень всем рекомендую терапию. Семейную. У нас есть отдельный семейный психолог Сорегина. У меня есть свой. У нас есть детский. Да, мы на немножко... Сумасшедшие родители. Чуть-чуть, да? Ну, понимаешь, ну, помогает. Ну, что есть результат. Понятно, что просто он есть. И вот есть замечательная женщина, Людмила Петрановская, она доктор, психолог. С двух до пяти, куча книжек. Она написала тайная опора. Тайная опора, да. И мы с ней вот имеем удовольствие и честь дружить, лично ее знать. Я с ней работал очень много. Но она просто мне помогла, понимаешь? Помогла. Ну, как бы... Это нормально. Я не вижу в этом ничего. Вот поколение моих родителей все это, конечно, не понимают, презирают почему-то. Но мужчине очень сложно ходить на терапию. Я знаю это по своим друзьям. То есть для них это типа... Что я сам не... Мы, мужики, все привыкли держать себе. Но просто в моем случае у меня не было варианта. Я бы сам... Вот это все, что у меня внутри, держать невозможно. Это приводит к саморазрушению. Поэтому это нужно из себя куда-то выплескивать. Ну, и на самом деле, многие думают, что психотерапия это сидеть и жаловаться, как тебе плохо. Это не всегда так. То есть это некий, в моем понимании, то есть вот у меня есть ситуация, я не могу... Я одинаково веду себя постоянно в одной и той же ситуации. Вот мне это не нравится. Я хочу это изменить. Что делать? Я не знаю, что делать. И вот психиатр или психотерапевт, да, в моем понимании, он тебе говорит, давай вот менять потихонечку. Ты же приходишь в зал, говоришь, я толстый, хочу быть худым. Тренер говорит, делаем то-то, то-то, то-то. Да, хорошая аналогия. Ну, вот здесь вот у меня, вот у меня такая аналогия. Потому что мои все друзья, они думают, что прийти к терапии, особенно с женой, жаловаться, ныть, типа, это не по-мужски. Да дело не в ныть. То есть ты хочешь быть... По-мужски это просто бухать и развестись. Вот, понимаешь, да. То есть просто сказать, я так сказал, набухаться и пойти там налево. Книжение, да. Да, понимаешь, это как бы вот, ну, то есть некие сферотипы прошлого, они присутствуют. Главное, что в нашей жизни не присутствуют. Ну, как не присутствуют? Ну, тоже, мне кажется, чуть-чуть. Ты ходишь к психотерапевству, работаешь над тобой. Я, честно сказать тебе, сейчас, кстати, нет. А меня, прошлая моя, психотерапевт, от меня отказалась. Она от меня устала. А новую я не ношу. А новую, кстати... А у тебя именно на женщину идет перенос. Тебе нужна именно женщина-психотерапевт. Ну, у меня есть ты. Это понятно. И вот женщина... Я батина фигура. Если не хватает в жизни. Да, да, да. Да, женщина от меня отказалась. И сейчас, блин, сложно найти. Вот начинаешь... Все же начинают с самого начала, а ты уже там был, и так не хочешь туда возвращаться. И все равно приходится. Как ты считаешь, что удалось прям качественно проработать? Может быть, какие-то инсайты, вот детская история, родительские послания, что-то такое? Вытащили на психотерапию? У меня была большая проблема и частично присутствует с ценностью самого себя, с благодарностью себе. То есть у меня не существует моих побед, зато вот такой вагон поражений, бед, проигрышей и так далее. И мне очень сложно было проработать вот эту вот ненависть к себе, чувство стыда, чувство вот сожаления, вот разочарования в себе. Его внушили родители, безусловно, не без них. И вот, кстати, психотерапия, к сожалению, помогает нам, мне очень помогла открыть некие, вот эти вещи с детства, когда ты растешь, тебе говорят, что ты козел, и ты в какой-то момент просто, ну ты реально, тебе 30 лет, ты знаешь, что ты козел. Понимаешь? А потом тебе говорят, а почему ты козел? Не знаю. Давай разбираться. Так, оказывается, тебе 29 лет, говорили просто, мама и папа, два самых важных человека в твоей жизни, что ты козел. Вот, понимаешь? Вот, как бы, и потом, когда вдруг тебе в 31 год папа говорит, блин, ты красавчик вообще, ты уже такой, что? Ты уже, вот у меня суперинтимная вещь, но она такая, как бы, она, ну, короче, вот у меня, у меня 39 лет, 39 год, 38. Как ты ее... И папа мне в прошлом году, наверное, в первый раз, сказал, что, ты знаешь, я тобой горжусь. Господи, сколько ты этого ждал? Понимаешь? 38 лет. Понимаешь? А самое смешное, что я, когда это услышал, оно уже для меня... Перезрело. Да! И вот это для меня страшный просто инсайт, как вот мы любим говорить, да? То есть, я так, действительно, искренне, мне так этого не хватало, и в какой-то момент, когда он наконец-таки созрел, я уже, мне уже, мне это не надо, я уже сам знаю, что я молодец, я уже сам собой горжусь, мне уже не надо, что ты ему горжусь. Я уже, зато я каждый день своему сыну говорю, как я тобой горжусь, ты самый крутой, что тоже, наверное, неправильно, перейди в другую сторону, вот, но я прям ему говорю, я хочу, чтобы он... такие философские категории, но не могу тебя не спросить, очень интересно у людей успешных, опытных, вот сейчас для тебя счастье, это что? Для меня счастье, это семья, здоровье, тело, деньги. вот, вот, четыре составляющих счастья для меня. У меня должно быть все хорошо в семье, что такое хорошо, все хорошо, да все хорошо у нас у всех одинаково, чтобы все были здоровы, чтобы мы друг друга любили, чтобы не ругались, чтобы была дома гармония и хорошее настроение. Здоровье, чтобы оно просто не подкачивало, всем, всем это понятно, тело, я хочу и должен хорошо выглядеть, чтобы в здоровом теле здоровый дух, для меня это очень прямая связь, как только я в форме, я и мысленно в форме, я просто, вот, мне это придает уверенность. И четыре деньги, то есть, ну, деньги, это значит карьера, то есть, моя, моя работа, которая дает мне, дает мне деньги на, на жизнь, на семью, на радость, на удовольствие, на путешествие, на машины, на часы, на рестораны, на образование детей, которое очень дорогое, на нянь, на водителей, на домработницу, на все это нужно очень много денег. Вот, вот эти четыре, я, я, недавно это для себя, я тоже ходил, думал, что же мне нужно, чтобы я вот был счастлив. Сейчас я прям задам очень коварный, подлый вопрос. Чем бы ты из этого списка мог пожертвовать? Телом. Пусть я буду. Жирный, но богатый, здоровый, и все будет хорошо, да, сто процентов. Если из этого списка надо чем-то пожертвовать, ну, хрен с ним будем жирными. Что делать-то? Займемся легким фейт-феймингом. А что делать-то? Если раз партия сказала, ну, ты мне говоришь, человек, который больше ста килограмм весит. Ну, ты качаешься. Я же сказал, жирными, а не большими. Ты спросил сам, коварный вопрос. Дипломат. Ты же сам спросил, коварный вопрос. Я тебя вернул. вот. Как ты считаешь, вот, какой твой самый безумный поступок в жизни? Позитивный, негативный? Может, два. Может, пример позитивного, который вот казался безумным, но привел к такому вот суперрезутату. Ну, давай так, негативный, негативный, наверное, то, что я попробовал наркотики, самый безумный. Тут, наверное, спора нет. А позитивный, то, что я присутствовал на родах своих детей. Я думаю, что вот это самый безумный поступок, который я сделал. Ну, хорошо, могу разделить первое место позитивного с присутствовал на родах. и то, что я принял все-таки решение закончить музыкальную карьеру. Вот так вот, да, наверное. Сейчас ты это оцениваешь как плюс, что ты в другом раскрылся. Я счастлив так, ты просто не понимаешь. Я не понимаю, почему я не сделал этого раньше. Ну, точнее, понимаю, просто боялся. И я вообще не понимаю, что я делал на сцене. Это вообще не мое. Просто это не мое. Да. Что-то осталось еще? В чем ты себя хочешь попробовать? Какие-то ощущения пережить? Чего-то достичь? Слушай, хочется попробовать многое. Мне безумно хочется прыгнуть с парашюта. Мне очень хочется попробовать альпинизм. Мне интересно научиться кататься на сноуборде. Я хочу купить себе мотоциклы спокойно, не спортбайк. У меня возникают такие, знаешь, это, видимо, 40 лет, видимо, такая мужская фигня, типа, я еще что-то могу, я хочу себе доказать. У меня точно есть амбиции в плане бизнеса, но они достаточно трезвые, здоровые. Я хочу просто развивать свою компанию, хочу, чтобы она была успешная, чтобы она была с хорошей репутацией. Вот в качестве себя для меня самое сложное и самое интересное это попытаться сделать так, чтобы мои дети хотели со мной отмечать праздники. Знаешь, вот эти вкратце. Чтобы вот они, Новый год там, или день рождения свой, они не мыслили без бати, без мамки. И в моем понимании это очень амбициозная задача стать вот такого рода родителем, быть отцом, но при этом и быть вот батей, с которым, блин, как, конечно, Новый год, конечно, бати, да? Не то, что сейчас, блин, надо поехать родители. Формально. Да, понимаешь? И вот у меня двое, двое пацанов, у меня точно не было мужского, папиного воспитания, было просто ор какой-то. Ну, то есть, именно вот, то есть, рядом папы не было, вот какого-то именно вот рассказа, воспитания не было. Поэтому для меня вот это очень важная цель, и я точно не готов жертвовать этим в пользу парашюта, знаешь, там вот прыжков с парашютом. То есть, так получилось, что я в молодости, когда надо было все вот это пробовать, прыгать, спрошу в этом сноуборде, я пробовал другое, понимаешь? А сейчас, когда уже время... Догоняешься. Время воспитывать своих детей и уже работать, ну, приходится жертвовать чем-то. И, к сожалению, да нет, к сожалению, просто я теперь жертвую мотоциклом в пользу детей, понимаешь? Вот так вот. Мне очень нравится то, что я услышал. Я согласен, это крайне амбициозная задача через всю жизнь, пронести очень теплые и близкие отношения с детьми. Именно без доминирования, без жести, когда они искренне хотят с тобой проводить время, прям вот... Если бы ты гениально сформулировал, я готов под этим подписаться. Это, наверное, самое важное. Спасибо тебе, что ты меня позвал. И спасибо тебе за ту большую, тяжелую порой работу, которую ты делаешь. Я знаю, как тебе нелегко. Это сложно вынести вообще. И остаться при этом нормальным человеком, семьянином, отцом ты сам, молодой отец, веселый, несчувствуем юмора.